Добрый день, уважаемые зрители. Вы находитесь на канале СОВЛ МАШ. С вами, как всегда, Александр Сударев. Сегодня в студии Дмитрий Александрович Дуйнов, и мы продолжаем рубрику «Ответа на ваши вопросы». Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Добрый день, Александр. Добрый день, зрители. Уважаемые зрители, да. Сегодня нам задали очень интересный вопрос. Звучит он приблизительно следующим образом. В некоторых наших видеосюжетах и на передачах «Экспертное время» мы затрагивали тему создания инкрементального энкодера, разработанного компанией СОВЛ МАШ. Вот зрители интересуются, насколько масштабное изобретение, есть ли уже потенциальные потребители, и вообще в целом на сегодняшний день зачем заниматься этим вопросом СОВЛ МАШ. Ведь главная задача – это разработка электродвигателей. Ну, это не изобретение, это инженерное решение, это инженерная конструкция, но нужна она за тем, чтобы обезопасить бизнес, бизнес по производству тяговых моторов для электротранспорта. Потому что, вот смотрите, если мы, допустим, захотим изготавливать корпус двигателя, ну, скажем, алюминиевый. У нас есть выбор поставщиков литья сколько угодно. В разных странах, в России, за рубежом и так далее. Если мы захотим электротехническую сталь, тоже есть выбор. Медный провод – есть выбор. А по датчикам-энкодерам – Китай. И вот представьте, если мы сделаем ставку на китайские инкрементальные энкодеры, то они в любой момент будут дергать нас. И дергать очень хорошо. Вот смотрите, сейчас у России есть рычаг на всю автомобильную промышленность мира. Там есть катализаторы, они на редкоземельных элементах строятся. Если Россия прекратит поставки, туго придется всем. Но Россия такими вещами не балуется. Чего не скажешь о Европе и других государствах, которые балуются уж на раз в отношении России. Поэтому, если мы хотим сделать производство стабильным, и чтобы нас не дергали и не управляли нами, нам нужны инкрементальные энкодеры собственного производства. И не обязательно их распространять на весь мир. Это как ядерное оружие. Его не обязательно применять. Достаточно знать, что оно и есть. Желание отпадает. И вот таким предохранителем для бизнеса нашего, который строим, и есть инкрементальные энкодеры собственного производства. То есть, фактически, данное изделие является стратегически важным. Да, комплектующие. Потому что мы говорили с вами, что цена инкрементальной энкодеры из Китая столько же, сколько двигателей. Допустим, там, двигатель 3,5 тысячи, энкодер 3,5 тысячи, мы сделаем за 100, за 500 рублей. И все. И тогда мы можем с ними торговаться, пожалуйста, не поставлять, у нас свои. На этом все разговоры заканчиваются сразу же. И торги тоже сразу же заканчиваются. Поэтому это вот средство сдерживания. Это одно. Второе. Оно позволяет осваивать разные модели двигателей и вести разработку, особенно не афишируя. Потому что если мы делаем закупки каких-то комплектующих, сразу вопрос, а зачем? Если мы заказываем, допустим, энкодер особой конструкции, не того, который они применяют, опять зачем? И так далее. А зачем мы будем раньше времени привлекать внимание? Вот по тем же самым мотор-колесам, там нужен специфический инкрементальный энкодер. Потому что то, что мы ставили оптически на опытных образцах, он не очень надежен. Мусор, влага и так далее. Ресурс надо обслуживать. У меня же интервал между обслуживанием очень короткий. Если мы делаем по нашему конструктиву, то его обслуживать не надо. Он не обслуживаемый. Ну и, соответственно, появляются возможности реализовать этот продукт. Вот и ответ на вопрос. То есть, фактически, данный продукт может быть интересен не только, скажем так, Совалмаш, но и другим производителям двигателей? Ну и другим, да. В том числе в России. Почему бы нет? Но налаживание производства подобного продукта, оно расширяет возможности для других разработчиков на территории не только Российской Федерации. Ну, а вот здесь не могу не задать вопрос. Каждый раз, когда мы касаемся вопроса о производстве двигателей и технологии, всегда упоминается тот факт, что недостаточно только технологии самого двигателя. Нужно и создать все условия для ее производства, то есть применения. Для реализации, да. А есть ли такие условия уже созданные или подготовленные для производства, собственно, самих энкодеров? Ну, сейчас создана установка по производству основных компонентов энкодера. Поэтому мы уже можем их сериями делать, непрерывное производство, но, во всяком случае, 30-40 тысяч по месяцу уже реально. Уже реально. На том оборудовании, которое создали наши инженеры. Это уже серьезные цифры. Я думаю, что ответ был максимально исчерпывающий. Спасибо. До новых встреч. Спасибо вам, уважаемые зрители. Обязательно внимательно следите за новостями и подписывайтесь на наши ресурсы. Это очень сильно помогает в продвижении проекта. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok